Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Руслан Анатольевич, являюсь учителем истории и обществознания школы 1560 лидер. И сегодня я хотел бы вам представить поурочное планирование нового каркаса нашего ЭЖД. В этом видео я буду использовать шаблоны по истории и создан поурочный план с нуля по обществознанию. Опыт создания плана можно будет использовать и, конечно же, для других предметов. Итак, создание поурочного плана. В начале учебного года перед учителем стоит задача создать и внести в журнал поурочное планирование. Сейчас предлагаю вместе со мной ознакомиться с новыми возможностями МЭШ и создать такой поурочный план. В связи с переходом на тематический каркас и обновлением конструктора создания рабочих программ, с этого года нельзя будет загрузить в привычном для нас формате файл в тематическом планировании прошлых лет. Однако, создав план в этом году, вы и ваши коллеги смогут использовать его в следующем году. Поурочный план будет сохранен со всеми добавленными материалами, его больше не нужно будет сохранять как шаблон в привычном для нас понимании. Как и прежде в журнале, можно самостоятельно разработать план и воспользоваться теми шаблонами, которые нам предлагает МЭШ. Для создания поурочного плана воспользуемся готовым предложенным нам шаблоном. Во вкладке «Системные» отфильтруем шаблоны по предмету и параллели и выберем нам нужный. В данном случае я выбираю «История России. Всеобщая история 5 класса». По краткой информации видно количество уроков. В этом поурочном плане мы с вами сейчас видим, что стоит 45 часов. Но мы знаем, что в пятом классе должно быть не менее 68 часов. Выбираем данный план и, естественно, вносим корректировки. Меняем, в первую очередь, количество урока в неделю с одного на два. При необходимости поурочный план можно создать для коллег. Указываем «Для другого» и выбираем из списка педагогов, которые ведут тот же предмет, что указан в вашем плане. Выбранные педагоги увидят создание поурочного планирования у себя и смогут редактировать или использовать в этом или в следующем году для проведения своих уроков. Я в данном случае поурочный план создаю для себя, поэтому оставляю первоначальный параметр. Переходим к содержательной части. В левой части видна вся структура плана вместе с уроками. Здесь можно менять уроки местами, добавлять новые или создавать темы. Нам как раз не хватает уроков при нагрузке двух часов в неделю. Давайте добавим уроки, контрольную работу и темы для повторения. Впишем название урока и, естественно, сохраним его. После сохранения мы добавляем дидактические единицы. И переходим к выбору материалов. Это делается легко. Выбираем несколько сценариев урока к занятиям и тесты на дом в качестве рекомендуемых. Когда наступит день урока, мы сможем быстро запустить один из сценариев и выдать учащимся задание. Но при этом каждый из нас, учитель, может отредактировать все материалы. Допустим, при создании поурочного плана вы видели, что вам нужно выдать один материал. А когда прошло время урока, вы сочли нужным выбрать другой материал. Тут у вас поле деятельности огромное. Вы можете зайти снова в КТП, либо в поурочный план и изменить те материалы, которые вы добавили. В течение года по истории запланирована одна или несколько контрольных работ. Давайте и ее добавим. Добавим контрольную работу с помощью авторасстановки. Укажем нужное количество работ. Если это одна, указываем одну. Если их бывает 4 или 5, можем ставить цифру 4. КОНТРОЛЬНЫЙ РАБОТЫ ДОБАВЛЕННЫЙ РАБОТЫ Указывая дидактические единицы, вы и ученики будут понимать, какие знания и умения проверялись во время проведенной работы. Пока работа над поурочным планом будет не закончена, мы можем сохранять его как черновик. Не спешите публиковать и продолжить заполнение в удобное для вас время. Когда работа будет завершена, сохраним поурочный план, нажав на «Опубликовать». Опубликованный план теперь будет доступен для формирования КТП в этом году и, естественно, в последующих годах. А теперь давайте мы с вами рассмотрим создание поурочного плана с нуля. В журнале есть возможность создать поурочный план без использования данного меш-шаблона. Для этого нажимаем на «Создать с нуля». Давайте создадим план, допустим, по обществоведению 6 класс. Указываем параметры, выбираем предмет, параллель, год обучения, указываем нагрузку и даем название плана. Ну, допустим, я назову «Общество знания 6 класс». Также, как и поурочный план из шаблона, можно создать план как для себя, так и для своих коллег, которые работают с вами в параллелях. Переходим к следующему шагу. В первую очередь нужно выбрать темы в соответствии с тематическим каркасом. Из предложенного списка тем выбираем то, которое будет соответствовать кластеру уроков в моем плане. Напишем тему. Таким образом, добавим необходимое количество тем для изучения нового материала и повторения, пройденного в конце года. Для того, чтобы обозначить тему повторения, достаточно указать данный параметр. В левой части мы видим каркас нашего плана и переходим к наполнению его уроками. Вводим название урока из параграфа учебника или сами даем самостоятельное название этому уроку. Указываем дидактические единицы. Нам автоматически показывают единицы в соответствии с указанным годом обучения, но при необходимости можно выбрать их и из других. Материалы к уроку и на дом можно указать сразу в поурочном планировании или при формировании КТП выбрать для конкретного класса или группы. Соответственно, поле деятельности у нас тут большое. Сохраним план как черновик, чтобы продолжить работу позднее. Уважаемые коллеги, а теперь мы с вами рассмотрим создание поурочного плана тех предметов, которые являются предметами школьного компонента. Для предметов школьного компонента у нас нет тематического каркаса. Он отсутствует. В таком случае тему в поурочном плане мы вносим вручную. В этом случае указывать дидактические единицы не нужно. Продолжаем заполнять поурочный план и нажимаем опубликовать. А теперь посмотрим созданные нами планы. Планы отражены в формате таблицы и в случае необходимости можно их посмотреть, отредактировать или распечатать план. Для формирования календарно-тематического плана необходимо привязать поурочный план к группе. Находим класс и нужной в строке выбираем поурочный план из того списка, который мы создали. В выпадающем списке будут поурочные планы с соответствующими параметрами параллель, предмет и количество часов. После привязки поурочного плана к группе можем приступить к формированию календарно-тематического планирования. Даты проведения уроков будут расставлены автоматически из того расписания, которое было внесено в журнал. По мере дополнения расписания можно будет достроить даты. В случае отмены урока можно будет вручную установить фактическую дату проведения того или иного занятия. И в нужном уроке введем верную дату. Чтобы в автоматическом режиме проставить даты проведения урока, где она отсутствует, мы нажимаем на кнопку «Пересчитать даты» и программа автоматически все даты нам переустановит. Спланировать материалы для работы на уроке и выдачи на дом можно незадолго до даты проведения урока. Для этого мы переходим в режим «Содержание», выбираем урок на следующей неделе и добавляем материал к уроку, а также материал на дом. Лишние материалы можно, естественно, удалить. Если в конце года появляются дополнительные часы, то можно достроить урок специально для этого класса. Как и в поурочном плане, добавляем тему или урок и указываем его название. Сохраним созданный нами КТП, нажав на «Опубликовать». Для каждой группы будет сформировано индивидуальное КТП, которое можно редактировать, корректировать даты проведения урока и дополнять материалами уроку по мере необходимости. Соответственно, коллеги, ничего сложного в создании поурочного плана и КТП я не вижу. Наоборот, спасибо, предоставили нам вот такую форму работы с КТП. Продолжение следует...